Мы собрались, чтобы путешествовать на другие планеты. Легко. Но посмотрим, насколько это легко, насколько это естественно. То, что у нас есть тяга к преодолению пространства, больших пространств, это естественная тяга, говорится в Ведах. То есть мы по призванию с вами мигрируем, мы перемещаемся. И даже сейчас мы сюда пришли на какое-то время, потом мы покинем это место и будем дальше передвигаться. Где бы мы ни были, мы какое-то время находимся и куда-то еще передвигаемся. Есть два вида перемещения. Цикличное, то есть с возвратом, например, на работу, но потом мы домой возвращаемся. Но потом снова на работу и снова домой мы возвращаемся к исходной точке. Либо даже в отпуск мы в другую страну можем уехать, но все же мы домой возвращаемся. Это один тип перемещения, называется цикл. Цикличное. То есть мы попадаем в цикл времени и пространства таким образом. И другой вид перемещения, когда мы двигаемся и назад не возвращаемся. Итак, какой мы сегодня выберем метод перемещения? Вот тут у нас смелые, решительные люди собрались. Возвращаться не хотят. То есть отсюда вы уже не вернетесь домой. Мы сегодня с вами отправимся на какую-то планету. И даже на этой планете мы родились, мы переместились сюда. Где-то мы были до этого. Если мы изучим природу живого существа, Это интересные строчки из Бхагавадгиты на санскрите. Там говорится, что то, что пронизывает все тело... Кто ответит на вопрос, что это такое? Что пронизывает все тело? Все тело. Что? Как мы назовем это? Эту энергию? Надо говорить яснее. Душа это не ясное слово. Сознание. Верно. Сознание пронизывает все тело. Ясный момент. С этим все согласны? То, что пронизывает все тело, неразрушимо, говорится. Благоводите. Не разрушается. Вот когда мы говорим о чем-то постоянном, неразрушимом, У нас могут возникнуть сомнения, Потому что в материальном опыте мы не наблюдаем такого феномена. Все подвержено разрушению. Совершенно. Абсолютно все. Любое явление, предмет, континент, планета имеет тоже свой срок. Существования, говорится. Если даже мы не видим этого, Мы все равно понимаем, что будет разрушено то, что создано. Обязательно. Но, тем не менее, с точки зрения энергии, Физики утверждают, что есть закон сохранения энергии. То есть энергия неразрушима, на самом деле. То же самое, что утверждается в этих строчках. То есть мы видим как бы трансформацию энергии, Но энергия сохраняется. Закон сохранения энергии. Она не исчезает и не появляется. Она существует. Есть специальное слово на санскрите, чтобы это обозначить. Сад. Существует. Все. Затем обозначается любая энергия. Сад. Существует. Но вот сколько она будет существовать в какой-то форме, в каком-то состоянии, это другой вопрос. Какое время? С точки зрения времени и пространства у нас как бы есть свои оценки. Свои оценки этого всего. Итак, трансформируется материальная энергия. Мы это наблюдаем. Это факт, хорошо. Теперь давайте рассмотрим. А почему там сформируется? Есть ответ на этот вопрос? Кстати, ученые ставят этот вопрос, пока не знают ответа. Вот здесь какие-то стихии, в конце концов, все это одна энергия, разделенная на стихии, на различные состояния, различные качества. Но суть одна. И почему одна часть материи становится воздухом, другая часть материи становится землей? Вопрос. То есть, субстанция одна и та же. Суть ее одна и та же. Почему одна материя в газообразном состоянии, другая в твердом состоянии? Другая в кристаллическом, третья в жидком. Есть еще комбинации смешения всевозможные. Потому что если вы способны уничтожить элементы земли, воздуха, эфира или воды, расщепить, то это будет одна субстанция. Это доказано. Ядерный взрыв доказал это. Полное сгорание. И все. И вот перед вами было многотонное дерево, осталось горсткое пепло. Аннигиляция еще есть такой термин научный. Уничтожение. Сворачивается. Так вот, существует ли обратный процесс? Как можно разрушить они? Можно ли создать из ничего, вот в ничто куда-то как будто бы уходит, да? В тепло, в свет, в излучение какие-то. А можно же из излучения, из света, тепла создать какую-то форму? Можно? Так это уже происходит. Для этого нужна семечка. Это происходит. От солнцем, от воды, от земли, это многотонное дерево снова вырастет. Вы думали об этом? Для этого нужна семечка. В семечке есть эта энергия, которая синтезирует, создает это все. Взращивает так же, как в этом теле есть. Такое же семечко. Мы из семечка взрастили это тело. Такой же метод. А энергия пришла из земли, из воды, из солнца, вот из этих окружающих стих, которые то разрушаются, то восстанавливаются, то разрушаются. Это называется реинкарнация, самсара, замкнутый цикл. Мы возвращаемся в то или иное состояние. Например, родившийся умрет. Умерший родится снова, говорится. Замкнутый цикл. И зачем же нужно перемещаться? Цикл означает бессмыслица. Вы ходите по одному и тому же кругу, допустим. Тогда какой смысл? Мы должны найти смысл этого всего. Круг-то замкнутый. Вы рождаетесь, хорошо. Но потом нужно умирать. Нежелательно. И проходить через рождение тоже непросто описывается в Пуранах. Мы забыли это, но это непростая вещь. Тоже довольно мучительная вещь родится. И умерев, мы должны снова родиться. У кого-то. А затем снова умереть, снова родиться. Зачем? То есть, мы куда-то отправляемся, а потом снова возвращаемся. Но виды говорят, нужно путешествовать так, чтобы мы продвигались вверх, не возвращаясь к старому. Выше, выше, выше. Лучше, 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 лучше. Вот это вот направление дают йоги. Поэтому первое условие для йоги, если вы хотите заниматься йогой или бхакти-йогой, вот мы собираемся, мы уже рассуждаем бхакти-йогу, это йога любви, любви к Богу. Вы должны настроиться на отречение от того, что имеете сейчас. Потому что, если наши руки уже заняты, мы ничего не можем взять. Сначала нужно отпустить то, что есть. Тогда можно взять что-то большее. Если заняты, если мы привязаны, мы не можем уйти, не возвращаясь. Например, такие есть вещи цикличные. Человек пытается освободиться от алкоголизма. Он хочет пойти вверх от этого, состояния выше, к трезвости, ну, к чему-то лучшему. Пытается, но снова возвращается. Он снова пытается и снова возвращается. Вот он, пример цикличности. Что же держит его? Желания, какие-то привычки. Причем они не полезны для него. Зачем он снова рождаться, умирать, рождаться, умирать, рождаться, умирать. Однажды Шанкар Ачария, ну, вы знаете, Шанкар Ачария – это великий Ачарий. Он проповедовал манизм или имперсонализм, браман, учение о брамане, что все едино, в этом мире все едино, о единстве он говорил. Ее философия поныне известна. И он был саньяси, монахом. Интеллект был его непобедимый. Он побеждал все философские споры. Разбил буддизм полностью. Из Индии он его вытеснил, буддизм, Шанкар Ачария. Если буддизм утверждает шунья в аду, значит, нирвана – это значит, вы в пустоту, шунья, после смерти, после освобождения попадаете в пустоту, шунью, ничего там нет. То Шанкар рассказал, не пустота, а браман, единая духовная энергия вселенская. И он это доказал. У него было очень много оппонентов, которые пытались победить его, но не могли. И завистники тоже. Один из таких людей думал, как же все-таки победить Шанкар Ачарию. Его интеллект непревзойденный. Я не смогу при помощи интеллекта это сделать. Но он был хитроумным человеком. И он придумал, как это можно сделать. И он бросил ему вызов. Вступить в спор. Шанкар Ачария пришел, явился на этот спор. И этот человек предложил тему. Будем говорить о взаимоотношениях мужчины и женщины. Он понимал, что Шанкар Ачария монах. И опыта такого не имел. И он не сможет вести такие беседы. Невозможно. Поэтому, если вы встретите монаха, не говорите с ним на тему мужчины и женщины. Не вспоминайте таких вещей. Это не их тяба. Они отреклись от этого всего. Даже разговаривать не будут. И Шанкар Ачария понял, что это ловушка. И он тогда сказал, я вернусь и ушел. Это означает в споре, что вы должны ждать человека, который отошел от спора. Может быть ждать полгода, может быть год, может быть два. Неважно. Но пока спор не закончен, значит учение вывода не представляет. Вы уже выигрываете в том, что учение пока не подтверждено. Все эти годы, пока оппонент не возвращается, учение не подтверждено. Этот человек обрадовался. Видите, как я сделал хорошо. Что он будет делать? Он монах, он же не женится. Чтобы ответить на такой вопрос. Но Шанкар Ачария ушел в Гималайи. Нашел там глухую пещеру, в которой йоги медитируют. И погрузился в транс. При помощи йоги. Тело его замерло. В анабиозе. Застыло. Он вышел из тела и стал наблюдать. Искать удобный случай воплощения, чтобы обрести опыт. Но самый лучший опыт обрести чувственных наслаждений через тело царя. Потому что царю доступны все наслаждения этого мира. И тут как раз в одном царстве царь умирал. Он лежал на смертном одре. Стонал и уже даже говорить не мог. И врач уже там пульс трогал. Говорит, ну последние минуты наш царь уходит. Тут свита, министры, тут родственники. Все плачут, провожают его. В какой-то момент царь внезапно ожил. Встряхнулся. Посмотрел на всех. Сел бодро. Сказал так. На чем остановились министры, советники? Пожалуйста, напомните мне государственные дела. И приступил к работе. Один-то был министр, первый советник. Очень умный. Странно подумал. Ну ладно, посмотрим, что будет дальше. И этот царь стал управлять царством настолько успешно, настолько великолепно, что царство стало процветать за считанные какие-то месяцы. И тогда этот премьер-министр догадался. Это не царь наш. Какой-то йог вошел в нашего царя. С каким-то смыслом. Наверняка он хочет обрести какой-то опыт. Через жизнь этого царя. Он собрал советников и сказал, я полагаю, что сейчас в теле нашего царя другая личность. Тот царь давно умер, не был таким. Он был глупым. Он все царство привел к разрушению. А этот управляет идеально. Поэтому идите в Гималайи. Ищите пещеру. Вы должны найти там йога. И сжечь его тело. Пусть он в теле нашего царя продолжит управлять дальше. Пусть царство процветает. И эти советники, они собрали людей, разослали их по этим местам известным в Гималаях. Нашли тело Шанкарачаря. Соорудили костер и бросили его в пламя. И тут Шанкарачаря в теле царя почувствовал что-то странное. Это беспокойство какое-то. А, и он стал догадываться что-то там с моим делом. А царь втремя принимал какие-то решения. Он там что-то там делал. И вдруг оп! И замерз. Мгновенная смерть. Застановка сердца. И там пещеря Шанкарачаря приходит в себя. Лежит в костре. Вскакивает. И одна рука у него была почти полностью сожжена. Он ее восстанавливал при помощи своих способностей определенных, мистических. Потом пришел на спор и победил этого оппонента. Обрел опыт. И сумел с ним разговаривать на эти темы. Это то, как йоги, возвышенные существа, относятся к жизни и смерти. Как говорят о чаре, что для развитого йога оставить тело и перейти в другое место куда-то. Это как для нас с вами сходить на рынок просто. Купить овощи и вернуться обратно. Их не беспокоит этот процесс. Конечно, для обычного человека это самый беспокойный процесс оставления тела. И тем не менее, Ванга предсказала одну вещь для нашего современного мира. Что очень скоро, она сказала, наступит время, когда люди будут отмечать день смерти так же, как день рождения. Точно так же. Они избавятся от скорби, и они увидят смерть совершенно по-другому. Они познают бессмертную душу. Они навсегда избавятся от страха смерти и от скорби. Скорбят тогда, когда человек умирает и идет в ад. Тогда оскорбят, сожалеют. Ну, так случилось. Ну, греховный человек был. Поэтому есть о чем печалиться. Неудачная жизнь. Но если человек уходит вверх и не возвращается, этот день отмечают как день ухода, так же, как день явления. Как Ванга и сказала. Это ведическая традиция. Этот день считается праздничным, потому что человек возвысился, ушел в вечность. Я помню одно письмо одного священника христианского, может быть, лет 10-15 назад, примерно так, было опубликовано оно. Этот монах жил то ли в Печорском монастыре, насколько я помню, неважно. Перед смертью он написал письмо, вращенное ко всем людям. Это письмо потрясло всех людей, кто читал его. Меня тоже. Он писал о том, что он достиг порога вечности. И у него проблем нет. И он сожалеет о людях, которые этого не знают. Вкратце рассказал. Он с таким добром и любовью обратился к людям, что сейчас я ухожу из жизни, но я на пороге вечности, у меня душа трепещет и волнуется от счастья. А вы останетесь страдать и встречать свою смерть очередную. Что-то в этом духе было сказано. Людей это просто потрясло, потому что все видели, как он бесстрашный, какой он добрый, какой счастливый, а себе вообще не беспокоится, хотя на смертномудре лежит. Не испытал никаких беспокойств. Поэтому ведомство утверждается, что люди духовно развитые, а их не беспокоят эти перемены тела. Какие перемены? Ребенок, владенец, вырастает в юношу постепенно. Юноша перерастает во взрослого человека. Взрослый человек становится пожилым, а потом старческим, а затем умирает. Смерть и смена тела юношеского на взрослый – это одно и то же. Вы взрослеете, вы беспокоитесь об этом? Нет? Вы даже не замечаете? Точно так же вы можете не беспокоиться, не замечать, когда тело умирает. Это другая смена тела. В любом случае, тело меняет в течение жизни с младенца на ребенка, на взрослого человека. Почему же вы беспокоитесь, когда тело меняет в очередной раз? Это то же самое. Это не должно смущать ум здравомыслящего человека, как говорится, кто может видеть бессмертную душу, пронизывающуюся тело, сознание. Сознание неразрушимо. Эта энергия постоянно. Но эта энергия души, постоянная, она трансформирует материю, является причиной трансформации материи. Вот кусок глины. Он не изменится. Пока я скульптор, не начну что-то из него делать. Живое существо есть. Те трансформации. Деревья растут, там живые существа находятся. Они сами не растут по себе. Если нет семечка живого существа, вы не сможете вырастить дерево. Или создать семечко, вы не сможете. Если нет семени отца, ребенок зачатия не будет. Должно быть живое существо, чтобы увидеть трансформацию материи. И как ученые описали в прошлом, в 65-м году. Может быть это был 64-й или 2-й даже год. Не очень точно помню дату. Это были русские ученые. Один из них, Вильяминов, насколько помню, был тот ученый. Они открыли антипротон. Был большой шум в мире науки. Все люди услышали об этом открытии. Антипротон означает антиматерия, они сказали. Оказывается, есть антиматерия, антиматериальные миры. Это совершенно противоположные качественные 2 энергии, они сказали. Они открыли другое измерение. Существование. Теоретически. Антипротон. Он был открыт, утвержден. Он существует небольшое количество времени, что, соприкасаясь с протоном, с материей, анти и материя, они уничтожают друг друга. И вот тогда люди забеспокоились через ученых. А вдруг эти материальные миры столкнутся? И тогда конец. Полная аннигиляция. Они не существуют вместе. И Шила Прабхупада разъяснил эту идею. Развивал все страхи на основании вет. Он взял эту идею открытия ученых и написал книгу «Легкое путешествие на другие планеты». Это первая книга, которую я прочитал у него. И он сказал, антиматерия существует, это правда. Но не та, о которой думают ученые. Это не антипротон. Они нашли материю с противоположным зарядом просто. Но это все еще материя. Потому что антиматерия — это дух. Он существует. Без него не поддерживается ни одна форма жизни. Он всегда существует. И аннигиляция происходит только с одной стороны. Разрушается в этом контакте только материальная энергия. Едва появившись, она стремится к разрушению, к распаду. Потому что ее изнашивает активный дух. Материя пассивна. Материя — это определенный запас энергии. Какой бы предмет ни взяли, это определенный фрагмент энергии. Например, кусок дерева сожгли, энергия кончилась, все, кончилось. Энергия вышла достаточно. Если бы мы видели, куда она вышла, когда пошла, и как она возвращается, вы увидели, что просто есть цикл. Истекание не происходит. Переход происходит из одной формы энергии в другую энергию. Не истекает энергия, трансформируется энергия. И причиной трансформации душа — вы едите в пищу, и вы переварите, трансформируете в другой вид энергии, пользуетесь ей. Вот что происходит. Все живые существа принимают какую-то энергию, чтобы создавать свою энергию, которой они пользуются. Как, где взять силы, источник энергии? Вы берете пищу, съедаете и превращаете ее в свою энергию. Вот и все. Правда, вы не знаете, как это делаете. Это происходит автоматически. Но это факт, что при помощи живого существа материя это не делает сама. И даже живое существо не делает это сама. Послушайте сейчас очень внимательно, сейчас будет сложный момент очень, очень важный момент. Посмотрите. Дух — живое существо, сознание. Его можно еще и описать как желание. Мертвый не имеет желания. Живое существо характеризуется желаниями. Это энергия. Желание — это энергия. Вы согласны, что желание — это энергия? А сильная энергия? Очень сильная энергия. Веда говорит, что весь мир покоится на желания именно. Это с этого все начинается. И вот это желание души через звук, через действие, через что угодно оказывает влияние на материю. А материя просто реагирует на это желание. Вот и все, что происходит. Материя — это устройство, это тип энергии, который реагирует на ваши поступки и желания. Вот и все. Но вы не знаете, как оно устроено. Она устроена не нами. Мы берем это тело, рождаемся, и оно реагирует на наши желания. Смотрите. Но мы не устраивали это. Это устраивает материальная природа в соответствии с нашим желанием. Вы понимаете, что происходит? Желание. Например, вы поете песни, а вода рядом с вами меняет структуру. Материя трансформируется от ваших желаний, от вашего настроения. Ученые сделали одно потрясающее открытие, которое завело в тупик всю материальную науку. Они дальше не знают, что делать. Знаете, в чем заключается это открытие? Оно не новое уже, достаточно не новое. Они изучали солнечный свет и пришли к интересному выводу. Они доказали это уже многими экспериментами. Что солнечный свет ведет себя по-разному. В зависимости от того, наблюдаете вы за ним или не наблюдаете, или как наблюдаете. Он меняет свои качества. Если вы наблюдаете за ним, он ведет себя по-другому, как если бы вы не наблюдали за ним. И смотря в каком мы настроении, он ответит вам соответствующим образом. Он ведет себя как живое существо. Солнечный свет. Эксперименты физиков. Многолетние утвержденные. Они не понимают, что делать дальше с этим. Как изучать вообще этот мир. Как только вы под наблюдение ставите этот мир, он меняется. Он не такой. Он другим становится. Вы заметили, что мы с вами точно такие же. Если наблюдать, мы совершенно все по-другому ведем. Совсем не так, если бы не наблюдали за нами. И так же, если вы в определенное настроение ко мне обращаетесь, я в соответствии с этим настроением отвечаю вам. Не так ли? И солнечный свет, который является источником развития материи, имеет ту же самую природу. То есть, что это говорится? Что материя — это скрытый дух. Это та же энергия в другом качестве. И этот дух и материя так взаимодействуют в глобальных масштабах. Везде есть жизнь, представьте себе. Различные уровни жизни, различные материальные стихии. Они взаимодействуют так, что сформируется целая Вселенная с планетарными системами, галактиками, туманностями и прочими, то, что мы видим вокруг себя. Это все производные материи и духа, их взаимодействия. Мой вопрос. Если бы не было космоса, вы бы желали его? А зачем нам космос? На планете это место достаточно. А нам нужно еще увидеть безграничное пространство. Ведь это тоже наше желание. И материальная природа дает нам эту возможность смотреть бесконечности, думать о звездах. Представьте себе. Для каждого маленького существа дает любые возможности для исполнения любых желаний. Это взаимодействие желаний живого существа и природы материи. Так они взаимодействуют. Формируется целая Вселенная. Это тоже живое существо. Формирует его. Тоже живое существо. И дух производит материю. Не наоборот. Сознание производит материю. В нашем теле есть химические вещества. Откуда? Вы что, едите эти химические вещества? Вы съели яблоко, рис, овощи, хлеба, масло. Они в мясо превращаются у вас. В кровь. Как вы это делаете? Вы создаете новые химические вещества. Совершенно верно. Любое живое существо создает химические вещества. Новые. Вы сажаете семечко лимона в горшок. Поливаете его водой. Замечаете? Не лимон, а кислотой. Водой. Но вырастает лимон, и там лимонная кислота. Он создает эти элементы. Там семечко, жизнь. Он трансформирует все это. Прямо у вас на глазах. А мы даже не понимаем этого. Просто едим, говорим, лимон. А где вы взяли его? Водой просто поливали, и он появился. Как это работает? Это сочетание материи и духа. Вместе. Потому что если там нет души, семечко не будет расти. Как наблюдают ученые генетики. Они интересуются этими элементами, этими спиралями ДНК и прочих, РНК и именокислот и все остальное. Они изучали картошку, морковку, капусту. Как это все устроено? Раскручивали все эти штуки, рассматривали модели, знаете, такие делали. Польшие, как этот зал, чтобы создать молекулу, скажем, какой-то там овоща. Вот нужно примерно такой зал. Там такая сложная структура, там спирали, все возможные такие загибы, и все остальное. В основном это что? Водород, углерод, кислород, азот. Органическая химия. Это основа. Они наблюдают спираль морковки и спираль картошки. Ну, представьте, вот такая модель, нужно же их сравнить. Вот есть картинка, две картинки в журнале. Найдите 10 отличий. Бывает сложно, да? Найти 10 отличий, не все имеют такое внимание. Развитые. А здесь не 10 отличий. Тут целая структура, голову сломаешь наблюдать. Их две, и нужно сравнить, потому что они кажутся абсолютно одинаковыми. Ну, абсолютно одинаковые. Даже как свернуты, все точности, а как же это морковка, это картошка, почему? Несчастные ученые выяснили, что на какие-то там тысячи комбинаций этих вот всяких фигур, из соединений один отросток водорода отличает эту молекулу. Все. Это уже морковка. Знакомьтесь. Прошу любить и жаловать. Маленькая, незначительная деталь. Вообще не заметить ее. Совершенно другое качество выдает. И вкус, и запах, и все остальное. С морковкой разобрались, потом взяли картошку. То же самое. Уже с другой стороны, другой отросточек, это уже картошка. Как все тонко устроено, как все точно работает, смотрите. Никаких случайностей, что поливаете вдруг там вместо картошки морковка. Так бывает, что вы сажаете картошку, а потом выкапываете морковку. Я думаю, это интересный сюжет для кино. Потрясающий сюжет. Какие трансформации можно такого интересного понаделать, юмора. Даже где-то, я, по-моему, это раньше видел в студенческих юмористках. Такого не случается. И, с другой стороны, при всех наших технологиях, развитых, фантастических, вы не можете создать вот такую микросхему маленькую. Бросите в землю, полить водой, чтобы вырос компьютер-то шиба потом. Вы не способны на такое? Нет. Там нет жизни. Жизнь нужна. Жизнь — это желание. Это желание взаимодействует с материей. И материя реагирует на ваши желания. И это называется структура материальная. А вы даже не знаете, как это работает, потому что устройство-то не наше. Устройство сверхразума, говорит заведов. То есть мы с вами в мире, не созданном нами. Это факт. И тело мы принимаем в соответствии с желаниями, но создаем не мы его. Мы создаем желания, а тело нам предоставляет в соответствии с желаниями материальная природа. Вот мы и пришли сюда. А как путешествия на другие планеты? Возвышайте желания, если хотите на высшую планету. Если хотите на низшую планету, то нужно желание снижать, деградировать желание. Это деградация или прогресс, это желание человека. Уровни. Неизменные желания, а деградация, высокие желания, прогресс. И когда вы взращиваете возвышенные желания, материальная природа сама вас направляет в то место, где вы должны родиться. сама. Например, вы рождаетесь у родителей. Желания у вас еще не проявлены, они проявятся со временем, с течением возраста. А в маленьком ребенке они еще не проявлены, но они есть в семечке. Вот это семечко уже дало какой-то плод, он вот такой младенец, его нужно еще носить на руках, он еще на ветке не оторвался, понимаете, он должен быть связан с мамой, с папой, его кормят и так далее. И все. И взращиваются его желания. И родители знают, вот ему будет семь лет, пойдет в школу. Все, для него уже готово. Он этого ничего не делал, смотрите. Он просто имел соответствующее желание, пришел в соответствующее место, где все его желания должны исполниться. Все, это предопределено. Он получил соответствующее тело его желания. А что делать, если желания смешанные? Это не так же просто. Пора в школу, а вот не ходит, сбегает с уроков. Вроде бы и человек, и учиться должен, а вот не учится. Склонность смешанного у него, человеческие с животными, низменные, возвышенные желания смешанные вместе. Вот у человека такое часто случается. Поэтому он возвращается. Как, например, я пошел в школу с шести лет. В то время это был экспериментальный класс, называли. Потому что все нормальные дети шли с семи лет. Семь-восемь лет, не раньше. Но это был экспериментальный класс, то есть я продукт эксперимента. В шесть лет меня послали в школу, и вот что из этого получилось. В школе я не учился десять лет, толком. Да, я честно говорю, я плохо учился. И с первого же класса ввели английский язык. И с каждого урока английского языка я сбегал в туалет. Не знаю почему. Я не могу объяснить, почему я сбегал именно с английского языка. Мне не нравился английский язык. Понятия не имею. Ничего плохого никто не делал. Но как только я это слышал, с the table я... Я не мог переносить, почему это the table, когда это стол вообще. Что плохого, если я говорю стол, почему это уже говорить table вообще? Протест был, и до сих пор я не могу учить английский язык. Из первого класса я его учу. И более того, я посещаю часто англоязычные страны. Мне он необходим вообще. И даже я его пытаюсь учить, но все равно вот the table, и все, я заканчиваю. В какой-то момент я обрываюсь и забываю все. Это, я не знаю, какая-то карма у меня. Видите, желание так взаимодействует. И меня родители отводят на английский язык, а я в туалете оказываюсь. Возвращаюсь в туалет, видите. Желание. Это просто желание. Вы можете даже присутствовать, но если нет желания, взаимодействия не произойдет, видите. Если нет желания, взаимодействия не будет. Поэтому и люди, которые встречаются, достигают друг друга в отношении, должны быть желанными. Иначе взаимодействия не происходит. А что происходит, когда мы нежеланное общение имеем? Как мы страдаем? самое страшное, когда вы общаетесь с таким же существом, как вы, с разными желаниями, с разными мнениями, с противоположной природой. Убить хочется, аннигилировать друг друга просто. Хотя, собственно говоря, желания у нас одни и те же у всех. Быть счастливыми, вечными и в знании находиться. Вечная душа, знания ей нужны и блаженство. Если мы соревнуемся на этих желаниях, мы с вами станем очень близкими и понимающими. Мы образуем большую семью. Это для большой или маленькой семьи необходимо знать, что мы души. И тогда мы видим, что наша материальная природа не мешает нам общаться. То есть мы к ней не возвращаемся. Мы идем от материальной природы к Духу, общаясь на эти темы именно. Культируя эти желания, то человеческое тело предназначено не для культирования материальных, животных желаний, а для культирования духовных желаний. Это называется общение, взаимоотношение, культура. Культура поклонения Всевышнему, любовь к Богу, любовь ко всему живому. Когда мы возвращаем эти желания, мы уходим из этого мира с благодарностью и переведем за собой много людей дальше. Мы должны уйти из этого мира без сожаления и отвращения, без привязанностей, а для того, чтобы достичь более высокой и указать туда путь другим людям. Пример. Возвращайте, знаете, кто возвращается? Иисус сказал, кто возвращается к собственной блевотине, это пес. Вы прожили эту несчастную жизнь одну, имели семью, работу, вы так и не были счастливы, вы умерли, и вы снова рождаетесь, чтобы то же самое делать. Пес возвращается к своей блевотине, Иисус говорит, вы должны идти, не возвращаясь к этим же ошибкам, к этим же страданиям, вы должны идти в сторону счастья и вести со собой людей. Потому что наш изначальный дом, не меняющаяся атмосфера, это духовный мир, антиматериальный мир. И пропавец сразу сказал, что антиматерия, это противоположные свойства. Если материальная природа временные формы имеет, то духовная имеет вечные формы. Это противоположные свойства духа материи. Если материальная природа всегда сейт беспокойство своей временностью и исчезновением, то духовная природа называется небеспокоящая, умиротворяющая. Если здесь мы испытываем с болью и страданием, то там только с счастьем мы соприкасаемся. Это противоположные качества. Единственное, что их объединяет эти две энергии, кто знает? Что объединяет эти две энергии противоположные? Как это называется? Слово мы говорили сад, а не существует та и другая. Не думайте, что душа не существует или что-то не существует, находящееся даже в вашем воображении. Существует все. Даже больше, чем можем придумать, существует. Подумать. Ресурсы неограниченные существуют. Форм, качеств явлений. Целая Вселенная заполнена этим. Нам знакома лишь триллионная часть, я не знаю, какая часть познания этого мира, знакома нашему материальному опыту. Веды, говорят, дают нам дополнение к этому опыту, который мы не можем приобрести, сколько живет Вселенная, какие планетарные системы, какая высшая планетная система. Кто знает, какая высшая планета в этой Вселенной? Спросите у ученых. Не знаю. Астрономы, физики не знают этого. Позор. Мы должны знать, откуда, не из нашего опыта, из шастр, Брама Лока, Сатья Лока, высшая планета Вселенной. Знаете, как достичь ее? Легко? На космических кораблях не представляется возможного. Если ближайшая планета, ученые говорят, до нас, это 40 тысяч световых лет, то что же говорить о Сатья Локи? Как можно достичь ее? Вены объясняют, достичь можно легко любого места предназначения, но не физически это нужно делать. В детстве читал фантастический рассказ. Я был потрясен этим рассказом, я не знал тогда, что эта идея пришла извет этому автору. Он просто описал идею реинкарнации в том фантастическом он описал далекое будущее. Когда люди научились перемещаться на другие планеты через анабиоз, и более того, они научились не только анабиозу сохранять тело в каком-то состоянии на долгое время, потом пробуждать его, но и видоизменять это тело в соответствии к той атмосфере планеты. Это собственно и реинкарнация. И вот герой, землянин, конечно же, русский, из конаковой, все герои русские были тогда. Он смелый, он награжден, и он летит туда, летит в этом анабиозе тысячи световых лет. И тело его моделируется к той молекулярной среде, к той биосфере, в тело разумного ящера, потому что там разумные ящеры живут. Но у них там несправедливость, понимаете? Там нужно делать революцию. Там эксплуатируют сильных и слабых, богатые и бедных. Ну, как обычно, как и здесь тоже. Поэтому не засылают нашего революционера туда. Экспорт. Он летит, трансформируется в этого ящера, и у него там все лучшие гены, физическая сила, разум, реакция, то есть, ну, первоклассный ящер. И выпускают туда на задание. Тиверсан такой. Вы понимаете, что местные ящеры даже не подозревают об этом вмешательстве иной цивилизации. И он работает сразу на ту цивилизацию и на русских. И он там всякие интриги, партии какую-то коммунистическую тоже он создает, в конце концов. Потом вооружает всех, возглавляет и устанавливает коммунизм. И потом также возвращается обратно и докладывает. Все, задание выполнено. Строй поменяли, там коммунисты. Были капиталисты, были эксплуататоры, теперь там коммунисты, как и мы. Его награждают очередной медалью и упаковывают в следующий космический корабль, чтобы коммунизм распространять дальше по всей вселенной. Легко же, видите, как. Вот такая была фантазия. Но это не фантазия, это некоторая интерпретация факта. Но скажите честно, вот честно, откуда вы здесь появились? Кто вас забросил сюда? На кого вы работаете? А я вам сейчас все расскажу. Я не знаю, но в шастрах написано. Вы думаете, вас нельзя разоблачить? Сейчас увидите, что каждого можно разоблачить. Либо вы работаете на маю, либо вы служите Богу. Вот, видите, подтверждение. Так написано во всех книгах священных. Либо человек служит Богу, либо служит Мамоне. Но у нас есть задание, смотрите. Мы выполнили с определенным заданием. Какой вы видите мир в будущем? Вы знаете, сейчас многие люди вообще не думают об этом, не думают, в будущем я вижу, что я миллионер, вот и все. Ну хорошо, видели фильм «Бегство мистера Маккинли», старый фильм еще советских времен. Он тоже думал о будущем, что там какое-то светлое говорит. В этом фильме нужно было ему замерзнуть на долгие годы. Он не хотел жить в настоящее время, не хотел жить в будущем, когда люди будут лучше. Он увидел там проституцию, там он увидел еще что-то, там увидел жадность, он увидел коррупцию. И такой чувствительный человек Маккинли, что он решился, кстати, есть эта служба и до сих пор замораживает людей богатых, в надежде, что в будущем их разморозят, они будут жить в светлом будущем. Эта идея до сих пор существует. Я слышал, что несколько замороженных уже сделали. Это так, рекламная пауза у нас, если хотите, то вот где-то в Швеции, по-моему, можно заплатить большие деньги, что вас заморозили. Неизвестно, разморозят или нет, но заморозить могут. Как он-то биорастворит специально, что потом в будущем наука дойдет до этого. И вот идея заложена в этом фильме. Этот МакКинли, он страдает настоящим, поэтому хочет в будущее уйти. И в конце концов, он сваливается на него какая-то лотерея, какие-то деньги, которые он может оплатить, и он с радостью идет в это будущее его в ящик, туда в холодильник, замерзает. Через 200 лет, через 200 лет он просыпается. Ему выдают вещи, ключи, деньги, шляпу, костюм. Он пришел туда в том и уходит. Лифт на лифте поднимается, на земле пустыня. Как мы думаем о будущем? В размере своих эгоистических желаниях мы служим мамоне. Мы превращаем эту жизнь в пустыню. Эта идея тоже ведическая. Говорится, что в Кали-Югу по мере деградации люди будут жить под землей, потому что на поверхности жизни будет невозможно, она будет облучена ядерной энергией. Жизнь, люди тут под землю. И там в этом фильме мистера Маккинли эта идея используется. Он выходит, там пустыня, и лифт уходит под землю, под песок, все, вы на свободе, пожалуйста, вы свободны. Он теряется, конечно же, не знает, что делать, и тут ядерный взрыв на горизонте появляется. И он понял, что он совершил ошибку. 200 лет он ждал счастья, но ведь он думал-то о своем счастье. Итак, если мы хотим переместиться на другую планету, мы должны знать, о чем думают те живые существа на других планетах, мы должны стать родственными с ними, мы должны обрести тот же тип разума, прежде всего, что потом родиться там. Тонкое тело мы должны обрести такое же, как у них. Если мы хотим в рай, мы должны иметь райские качества, райский ум, разум соответствующий. И это тонкое тело после смерти этого тела перенесет нас в ту атмосферу рождения и условия. Соответственно, с нашими желаниями природа это все организует в мгновение ока. Тут такие тоннели, такие пространства, которые нужно пересечь в мгновение ока без космических кораблей. Космические корабли не надо, не шутите, эти консервные банки. Никуда вы на них не отправитесь. Если даже отправитесь, вы не сможете жить, вы будете там сидеть в этой консервной банке просто, смотреть на Луну и все. Вы же не сможете жить на Луне. Нужно тело менять. Земное тело не может жить на Луне. Оно также не может жить на Солнце, нужно другое тело. Веды это объясняют, что это разные измерения существования, различные типы тел, существует их 8 миллионов 400 тысяч форм жизни во Вселенной, их бесконечное множество возможностей. И мы сейчас приняли одну форму жизни, человеческую, для того, чтобы осмыслить свое путешествие, где я сейчас, куда я иду. Для осмысления дается это тело. Животное не может осмыслить такие вопросы, обсуждать. Это тоже душа, но в теле животного нет у нее возможности. Она отбывает срок. Пока не достигнет человеческой формы жизни, человек же должен осознать, где он сейчас и куда он идет и как это сделать. Здесь описывается принцип перемещения естественной, без космических кораблей. Состояние ума, момент смерти, это и есть точка отправления, куда вы идете, точка назначения. Там вы рождаетесь. Янти дева врата дева, Питри янти, Питри врата, Бутани янти, Бутти джа, Янти мата, Яджино апимам. Говорится то же самое, подробнее. Янти дева врата дева. Поклоняешься полубогам, божественным существам, достигаешь планет этих божественных существ. Поклоняешься предкам, идешь, рождаешься в ту атмосферу. Поклоняешься духам и привидениям, рождаешься среди них, поклоняешься Богу. Вы понимаете, куда вы идете. Вы больше не возвращаетесь сюда, если вы идете к Богу. Нет необходимости. Вы духовен, он тоже духовен. Вы попадаете в объятия собственной матери. Никогда больше не уходите, не покидаете. Так и говорится, та обитель не освещается ни солнцем, ни луной. там нет тьмы. Человек, достигающий никогда обратно не вернется. Тот, кто уходит в темное время года, в туман ночью, когда солнце движется на юге, он уйдет из этого мира, но вернется снова. тот, кто уходит в светлое время года, когда солнце странствует на север, гитя описывается, при определенных обстоятельствах, он не вернется сюда, он пойдет выше. Если вы идете выше, вы не возвращаетесь вниз. Другой пример. В какой гуне качестве ума умираете, в такое состояние переходите? Если человек умирает, в гуне невежества рождается среди низших существ, животных или даже деревьев, кто-то хочет быть нудистом, развивает эти желания, большой риск родиться деревом, стоять голым всю жизнь, сотни лет. Нудисты закончат все таким образом. Это примеры трансформации. Желание переводит нас к определенному назначению. Если человек умирает в гуне страсти, рождается снова человеком. Потому что человек это производно гуны страсти. Если умирает в гуне благости, идет на высшие планеты, которые описываются в священных книгах. Пойдете в рай, говорится, на высшую планету. У вас там есть дом, есть красавицы, есть наслаждение. Вино можете пить безнаказанно, не будучи пьяницей. Вы знаете, эта планета раньше была другой по описанию. В ведах описывается, как выглядела земля в прошлом, которая называлась Бхаратаварши и Илаваритаварши еще раньше. В Сатте-югу здесь такие росли деревья, в Алмате, видимо. Это же отец яблок. Но сейчас я про яблонь расскажу. В Сатте-югу. Эта яблоня уходила в небеса. И там было много жизни на этом дереве. Животные, птицы. Даже люди жили на деревьях многим. Яблоки росли. Примерно маленькое яблоко было с этой комнаты. Вообще с пятиэтажным домом, примерно, по описанию. Яблоки эти падали на землю иногда, срывались. Когда созревали, яблоко падает. Заметили это? А, вы-то смеетесь, они просто серьезные. Например, Ньютон заметил, что яблоко падает. Был открыт закон тяготения. Но ведь он не заметил другой вещи, дорогие мои. Чего он не заметил? Что незрелые яблоки не падают. Наука наша несовершенна. Он не смог открыть другие законы, не заметил этого явления. Подумайте об этом, пожалуйста. Это не шутка. Это научное наблюдение. Яблоко падает, факт, но только зрелое. Незрелые яблоки не падают. Поэтому законы земляного тяготения не существует. Подумайте внимательно об этом. Есть другие законы важнее этих вещей. И вот это яблоко, когда сыривало, оно падало. И из него, оно, насколько трескалось от падения, выливался ручей яблочного сока. Несколько дней он вытекал. Эти ручьи текли повсюду, по всей планете. ручьи яблочного сока, виноградного сока. Тут грушевый сок у вас. Тут ананас протекает. Ну, только стоило, знаете, берега молочные, берега кисельные, реки молочные. Вот это описывается. Это не шутка. Природа была такая обильная, такая сила жизненная была. Садия юга. Даже воздух был другим. Кстати, вы что на это доказали, что атмосфера миллиона лет назад была другая на планете? Как? Очень просто. Нашли янтарь, внутри которого нашли пузырек воздуха того времени. Вышли воздух с янтаря и сделали спектральный анализ того пузырька воздуха и увидели, что атмосфера была совершенно другая, более насыщенная. Люди в то время почти не дышали даже. Мы еще дышим, как кузнечный меха. Заметели? Может, пыхтим с вами. Особенно, если только три шага сделаем уже расход жизненной силы. Видите, какой? Что-то воздух некачественный. Нечем дышать. Сейчас, знаете, что основная вещь, какая проблема? Недостаток кислородной голодания у большинства людей в мозге, живущих в городах. Поэтому нам трудно соображать, мы засыпаем, когда что-то слушаем серьезное. Не включается система. Нет этой энергии. Воздух слабый. Пища тоже слабая. Вы поели что-то, какие-то возвышенные мысли, мысли пришли к вам. Нет, вы спать сразу в тамос. Пища слабая, энергетичная, она наполняет желудок, вес имеет, а силы мало дает. А в сайте юга вот такие были яблоки, и даже работать никому не приходилось. А зачем работать? Сок течет, немножко дальше протекает уже, забродит уже вино. Хотите в сайте юга? Закуска вино тут же, понимаете, рядом. Работать не нужно. Любое растение дает человеку что-то полезное. Никто никого не убивает, никто, конечно, вино не пил тогда, не нужно было. Можно было дышать только одним воздухом питаться. Пранаят называется. В сайте югу люди практически ничего не потребляли здесь, не нуждались особенно. Они могли питаться солнечным светом, воздухом, немного растений, сок. Главное нужно прана, нам нужно дыхание, научиться дышать. Это отступление о том, что есть райские планеты, есть разные условия. Если вы хотите на какую-то планету, вы должны полностью погрузиться уже здесь, сейчас. помните Штирлица? Он работал в тылу врага, ну, не в тылу, в логове, рейх. Но он-то был коммунистом, и он не забывал об этом. Вы тоже не забываете, откуда вы, что все из духовного мира. Он работал там в рейхе, а сам тосковал по родине, означает, что он вернется на родину. Если вы разовьете чувство разлуки со своей родиной, вы туда и вернетесь. Вы обязательно туда пойдете. Научитесь сейчас тосковать по духовному миру. Обратите любовь к Богу, чтобы чувствовать разлуку с Ним. Вот это йога, вот это путешествие. Эта любовь вас перенесет туда, куда нужно. Как сейчас? Умирает мужчина, думает о жене. рождаются женщины. Умирает женщина, думая мужа, рождаются мужчины. Трансформация в желаниях. Совершенно верно. А бывает так, что человек не знает, кто он, мужчина или женщина. Запутался. Что делать? Что-то одно нужно выбрать, иначе будут проблемы. Из этих смешанных желаний вы можете всю свою жизнь смешать с сомнениями и проблемами. Нужно точно знать, чего вы хотите. Средоточь разум на одном моменте и достигнешь его обязательно. Поэтому, что говорит Кришна Благовый ? Думай только обо мне, погрузи весь разум в меня, весь ум, поклоняйся, делай что-то для меня, поставь мне высшей целью, и ты придешь ко мне. То есть в течение жизни мы развиваем свою способность думать о божественном, о Боге, и туда мы переносимся. Смаран маван. Пхава означает любовь. Как вы можете не думать о любви? Естественно, будете думать. Если вы любите Бога, конечно, будете думать днем и ночью об этом. А если даже вы любите человека, вы постоянно думаете о нем. У вас есть ребенок, вы о нем постоянно думаете. Это любовь, это связь. И точно так же говорится, можно научиться любить Бога, зная его форму, качество, его окружение и характер. У него все это есть. У него это есть. Для каждого из нас неповторимо. Он безграничен. Как вы полюбите Бога, никто так не полюбит. У вас есть свои индивидуальные неповторимые любовь и отношения с Ним. феномен. И у каждого есть такой феномен в сердце. Вот это называется Бог. И поскольку один на всех не может быть противоречий и разногласий в этих отношениях. Ни с кем. Хотя есть разные природы, разные желания, но все эти желания почти на желание услужить Богу, поэтому противоречия нет. Это мир единства, это мир любви. Если мы достигаем любви к Богу, единство автоматически приходит в нашу жизнь в разнообразии, во всем ее разнообразии великолепии. Единство разнообразия существует одновременно. Теперь поговорим о топливе. Путешествия далее-дальнее, галокавриндавана у всех на уме, духовный мир. Нужно пересечь всю вселенную, все ее оболочки, нужно топливо. Заправиться надо. Что за топливо вы знаете? Нет, топливо это харикришна махамантра. Карма не поможет. Никакая хорошая карма вас не выведет духовный мир. Только даров райских планет материального мира. Нам нужно идти дальше. Выше луны и солнца, выше сатя-локи, выше шива-дхамы, за пределами материального творения, говорится, материальных энергий, существует антимир духовный. Вот мы с вами оттуда. Это было очень давно, не спрашивайте мне. Никто не вспомнит, когда это было. Это слишком сложно понять, как это случилось и когда. Не будем даже это обсуждать. Но суть в том, что это и есть наша истинная изначальная обитель. Мы душа, и там этот мир духовный. Масло в воде не сочетается, масло в масле сочетается. Мы масло в масле. Вы это чувствуете, когда попадаете в духовную атмосферу, говорите, мое. Это мое. Представьте, попадаете в общество, где вам завидуют. Говорите, не мое. На приходе, где вас любят, мое. Масло в масле, хорошо. Масло в воде, нет. Нет контакта. Итак, это самый близкий контакт, глубинный контакт, сердечный контакт, это отношение с Богом и Его окружением. Там есть очень много дружеских отношений, близких отношений. Здесь отражаются эти вещи. Немножко в материальном мире тоже есть друзья. И родители, супруги тоже есть, но там они настоящие, вечные. Здесь трансформируются наши жены и дети постоянно трансформируются, и мы покидаем друг друга рано или поздно. Всегда будет печаль, но там никогда не происходит, чтобы друг предал друга или умер ребенок. Нет, это мир вечный. И просто повторяя «Хареи Кришна, Хареи Кришна, 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 Харея 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 Рама, Харея Рама, 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 Харея Харея», мы развиваем эту любовь к Богу. Это мантра для пробуждения любви в сердце. Исключительно для этого. И вы становитесь связаны с объектом любви, с Богом. Через эти звуки, трансцендентные звуки. Этот звук очищает желания в сердце человека. Как? Просеивает вещи, лишние устраняет. То есть вы увидите, как это происходит безболезненным образом. Почему? Потому что пробуждается высший вкус духовный. Присутствие высшего вкуса вы просто отбрасываете сами эти лишние материальные желания. Они становятся ненужными лишние материальные желания. Остаются здоровые желания необходимые. Все лишние уйдут. Которые вам просто заполняют жизнь и не приносят никакой пользы. Просто как хлам эти желания. Они уйдут от нас. Мы станем свободными, счастливыми, облегченными, чистыми, энергичными, энтузиастичными, творческими. Представьте, сколько человек может сделать в таком состоянии. Что он может в таком состоянии? Как он может быть несчастлив наделен такими возможностями, такими богатствами внутренними? А ведь все это нужно очиститься от лишнего, от вредного, вредоносного. Хорошие вещи не отбрасывайте, плохие только отбросьте. Это Харикришна маха мантра означает очищение ума, избавление от всех анартых лишних вещей. И там в чистом сердце любовь прибуждается сама. она уже есть там, она высвобождается просто оттуда. Так же как если сухие дрова высушиваются, вспыхивают сами, огонь есть там уже. Так же у нас есть способность любить дремлющее в сердце. С высших планет смотрят на землю сюда с состраданием. Развивайтесь состраданием. Если вы развиваете сострадание ко всему живому здесь, вы уже житель духовного мира. Вы уже не земной человек. Обычный земной человек эгоистичен. Он борется за себя. За свою семью и страну максимум. Но он будет бороться с другими. Вот причина несчастья. Обычный земной человек всегда проблема для кого-то. И для нас тоже кто-то является проблемой в этом мире. Но если вы развиваете сострадание ко всему живому, вы житель другого измерения, другой планеты. Если живете по законам Бога, люди будут чувствовать, что вы из другой планеты, вы какой-то не наш вообще. Вы не казах, не русский, не американец, не индус, кто вообще? Скажите, а я Харе Кришна. Вот куда такой. А, понятно, дело конченное. Я вспомнил одну историю сегодня. Один мой знакомый преданный из Киргизии, очень давно он пришел в сознание Кришны, и он рассказал свою историю, как это с ним случилось. Он говорит, что в его поселке его знали все, он был очень известный бард, гитарист, талантливый, писал песни, ни одна свадьба не обходилась без него. Везде его приглашали, на всех свадьбе. Ну и понимаете, на всех свадьбе, конечно, он там пил, и гулял, и говорит, очень быстро, очень быстро, говорит, я заработал себе болезнь опасную, неизлечимую от концов врачи сказали, что же так, ты такой молодой вообще, доктор, что же делать, скажите, доктор подумал, сказал, ну я тебе думаю, рекомендую, есть собачий жир, собачье мясо, для тебя это будет лучшее лекарство. Я, говорит, из страха перед смертью забивал собственноручно собак и съедал их, чтобы просто выжить. Я, значит, прекратил, конечно, пить и ходить на все эти вечеринки и все остальное, но когда я забил несколько собак и съел, я увидел странную вещь, я не ожидал такого, что все собаки этого поселка поняли, что я делаю. Где бы они появлялись, они смотрели на меня, щелились, они ощетинивались, они рычали, они боялись меня. Я вдруг понял, что я совершаю что-то страшное. У меня начинала какая-то психическая проблема формироваться. я чувствовал, что я какие-то жуткие вещи творю, и мне хуже и хуже становится внутри. Дошло до того, что по ночам собаки окружали мой дом и выли всю ночь. я понимал, что они ко мне пришли. Они понимают, что я делаю с их собратьями, эти собаки. Я подумал, мне конец, все. Я сойду с ума, я не выдержу такой жизни. Я рассказал близкому другу о том, что со мной происходит. Только не думай, что с ума схожу, но мне кажется, мне конец. это хорошо. Я скажу тоже, Наня, нужно делать тебе. Иди в Харе Кришна. Оттуда, конечно, уже не возвращаются, но жить будешь. Это, говорит, крайнее средство уже. Если некуда пойти, если доктор не помогает, никто не помогает, иди в Харе Кришна. Оттуда, конечно, ты не вернешься, я с тобой попрощаюсь, но жить будешь. Так, говорит, и случилось. Я в Храм, жил там, регулируемо принимал працат, повторял мантру, занимался служением, и что вы чувствуете в это время? Энергия, энтузиазм, вас пробуждаются на глазах, просто за считанные дни вы чувствуете, какие у вас перемены начинаются. Попробовали в Храмовой жизнь настоящую? Кто-то пробовал, кто-то нет, а вот вы попробуете. Каждый день вы медитируете, каждый день вы смотрите на что-то прекрасное, каждый день вы слушаете священные книги, обсуждаете их, да за три дня вы домой вернете и скажете, как я тут жил вообще? За три дня, со мной это произошло за неделю, я жил я жил в храме первый раз в Польше помню в девяностом году, да приехали погостить, у нас тогда в России не было ни одного храма, сами понимаете, в девяностом году, а там уже был храм, и мы пожили там всего неделю, я был там поваром и там строго в 3.30 просыпаетесь все, то есть начинается мовение, потом вы идете к алтарю, медитация начинается, потом джапа, потом служение и каждый день вы регулируемо все это делаете, заняты каждую секунду, при этом столько энергии у вас, такое счастье, потому что никто о себе вообще ничего не говорит, все о Боге, все связано с Богом. И затем через неделю нас пригласили во Вроцлав, это было в горах, в Вроцлав нужно ехать несколько часов на автобусе в Польшу, нас пригласили помочь там, сделать одну программу русских, пригласили, и мы поехали помогать туда, мы спустили с этих гор на автобусную остановку, и представьте, на автобусной остановке стоял человек какой-то, и вдруг этот человек на моих глазах достает из кармана какую-то коробочку, там красиво что-то написано, в таком целлофане, открывается такая крышечка, и там торчат какие-то цилиндрики, он отраскивает один цилиндрик такой красивый, вставляет в рот, я смотрю на него, и черкать спичкой, и я думаю, что он делает, я забыл, что я когда-то тоже это делал, за неделю жизни в храме, я был заброшен на эту планету заново, похоже, с каким-то заданием, через неделю вы уже агент, вы уже служите Богу, все, вы уже не понимаете, что здесь происходит, вы что делаете, зачем вы это делаете, спросите человека, он не знает, что ответит, делает и все, какая-то сила выше него заставляет это делать бездумно, и все, и сигарета поглощает его кислород из мозга, и больше ничего не происходит, а ему кажется, что он задумался, он просто тупеет и тупеет, такая иллюзия, через несколько дней жизни в храме, как только вы возвращаетесь в ту же самую среду вы чувствуете, как это можно жить, сразу все увидите, так что, давайте двигаться вперед, не возвращаясь назад, и можно переместиться на другую планету, здесь, сначала в уме это нужно сделать, получить знания, услышать, и обрести это умонастроение и качество того места, а потом мы с вами достигнем этой обители в нужное время, спасибо, какие-то будут вопросы про легкое путешествие на другие планеты, про легкое путешествие на другие планеты, в следующей жизни нужно пойти дальше, я не хочу в Алмату в следующей жизни, тут уже дышать нечем, а что будет в будущем, не знаю, нет, будем повторять мантру, очиститься постепенно Алмата и воздух, такой вопрос, в ведах описывается, что попав на высшие планеты, потом в высшую реальность, то есть к Богу, оттуда попасть невозможно, для этого нужно опять воплотиться на земных планетах, и здесь уже поняв через страдания, что другого пути нету, только отсюда можно вернуться обратно к Богу, так ли это? Спасибо. Да, когда человек достигает райской планеты, это подобно отпуску, то есть он заработал карму, деньги какие-то, поэтому имеет право наслаждаться, помещается для наслаждения, чтобы расходовать хорошую карму, когда деньги кончаются, карма, он снова возвращается на заработки, то есть земля это место, где мы зарабатываем карму, плохую или хорошую, так и есть, так описывается. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про желание, которое приводит к деградации и желание, которое наоборот приводит к росту. Я вас не вижу. А, желание, которое приводит к деградации и к росту. И наоборот, да, чтобы мы понимали. Да, можно все это свести к простой формуле. Есть желания эгоистические и желания альтруистические. Вот, две разновидности. Все эгоистические желания приводят к деградации. И все желания совершить жертву ради других, служению Богу, это прогресс. Эти желания помогают нам возвышаться. что мы можем дать миру? Давайте подумаем. Что мы оставим после себя? Давайте думать об этом. Что полезного мы должны сделать максимум? Самые развитые личности, они вообще себе ничего не присваивают в этом мире. Только отдают. Все, что к ним приходит, отдают. Ничего не присваивают к себе. Прежде всего это касается знания. Все ценные знания, которые вы имеете, вы должны отдать. это первый шаг. Поэтому, если вы что-то ценное получаете, сразу передавайте. Здравствуйте. Если Бог во время замужества не дает детей долгое время, что желательно делать и как вы относитесь к эко, к экспроприальному оплодотворению? Такие методы были в древности тоже. Были. Искусственное оплодотворение. Я читал это в ведах. Люди знали такие методы, различные методы создавать жизнь. мужчины. Но что касается детей, важно иметь хороших детей. Вот это самый важный момент. Я не знаю, насколько совершенны методы современного эго. Если в древности все же могли это делать, я сейчас не знаю, насколько они способны создать так ребенка. Если нет физических детей, то необходимо иметь духовных детей. Это то же самое, может даже еще и лучше. Потому что духовное родство это лучше, чем физическое родство, но нет духовного связи, допустим, нет понимания, нет отношений. И не случайно, если кто-то не имеет ребенка, не случайно, в этом тоже есть смысл определенный. Почему в этой жизни не дано иметь ребенка? Может быть, как раз это и к лучшему. Вы имеете в виду духовные дети это усыновление и удочерение? Нет. Нет. Это когда вы передаете знания духовные, у вас появляется такая связь. И согласно ведической культуре любой старший человек является родителем для младшего. Любой. То есть вы можете быть ребенком на улице и любой старший это ваш родитель фактически. В ведической культуре это так. Поэтому да, можно либо усыновить ребенка, либо иметь духовных детей. Но это с временем, с мудростью. Я думаю, духовные дети это лучше всего. это самая большая награда в жизни, когда есть хорошие духовные дети. В чем выражается любовь и служение Богу? Если человек привязан к какой-то личности, он думает об этой личности. Он ценит его имя, фотографию, изображение. Так ведь? Он что-то делает для этого человека, служит. Вот так это и выражается. Если мы любим Бога, то выражается, что мы изображение имеем, имя его ценим, воспеваем. Выражаем привязанность через то, что даем какие-то дары, предлагаем что-то им. Патрам, пушпам, палам, тоям, не уме, бах, я праячхати, то есть Кришна. Говорит, Бхагавадгити, предложи мне цветок, плод, листок, немного воды с любовью. Я прийму это. Так любовь выражается. Цветок предложить, пищу мы готовим, сначала мы предлагаем, мы не едим непредложенную пищу, это все бахти, обмен любовью. Также деятельность можно ему посвящать, любую благопристойную конечно же деятельность. Даже красивые вещи предлагаю сначала ему, которые мы хотим носить. что нужно делать? Не делать ничего плохого и все. Да, 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 чтобы рождались хорошие дети. Мы должны прежде всего готовиться к этому аскезами, делать хорошие поступки, иметь хорошие возвышенные мысли, трансцендентные. Перед зачатием ребенка рекомендуется несколько часов провести медитацию с супругом на святое имя или читать священное писание. И когда ум возвышается до этого уровня, тогда начинается ребенок. Это гарантия, что ребенок хороший родится. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Сейчас очень часто рождаются дети с проблемой аутизма. У моей сестренки такой ребенок. В чем причина, почему такие души приходят и что делать родителям, что этот ребенок выздоровел? Спасибо. Это называется врожденный характер, потому что в прошлом этот ребенок был разочарован в общении с людьми, замкнулся в себе. Вот поэтому он просто делает свои дела, аутист, этот ребенок живет своей жизнью и вы не можете туда вмешаться, пробиться. Он закрыт, вообще не понимает, что вы хотите. Только любовь исцеляет. Любовь, но любовь должна быть божественной, в сердце проникнуть. Просто если будете его нежить, это не то. Сердце проникает, когда общаются проникновенно. Означает, что вы должны обсуждать какие-то возвышенные темы, рассказывать о них, о святых, о Боге, чтобы проникало в сердце. Это лучшее лекарство от всех психических проблем. Киртан очень мощное средство также очищения. Освещенная пища, просад. Ничего я в этом плохого не вижу, что ребенок немножко в себе. Я лично не вижу в этом серьезной анамарии. Может быть, даже это и к лучшему. Что плохое, туда не проникнет лишнего ничего. А хорошее, конечно же, можно дать ему. Да? Здравствуйте. Такой вопрос. Каждый человек в этой жизни рождается с определенными изначальными данными. Кармой, ролью и так далее. Возможно ли, неважно на каком этапе он сейчас за одну жизнь, за одно воплощение отработать свою всю карму, соответственно возвыситься, достичь божественной любви и уже перейти в следующую жизнь на другие планеты? Высшие меры. Спасибо. Хороший вопрос. Ну да, это было бы идеально. Вот как раз это и нужно сделать. Есть процессы разной интенсивности. Как говорят специалисты, есть два основных пути, постепенный и внезапный путь развития. внезапный путь развития не рекомендуется каждому человеку, потому что это стресс может быть вызвать сильный шок. Если вдруг вы увидите перед собой божественные миры, вас сочтут сумасшедшим просто. Внезапно такое случится с вами. Постепенно рекомендован. Но внезапный тоже не забывайте, потому что когда ваши дни уже сочтены, вы должны что-то сделать интенсивно. Пребегнуть как раз к этому методу, интенсивному методу. А в жизни вы должны постепенно продвигаться, выполняя материальные обязанности, заботиться о семье, внешне ничего не меняя. Но когда наступает время, вы должны включить катапульту и выйти оттуда. Изучайте этот метод. Метод Киртана лучше всего готовит нас к этому. Потому что в Киртане вы начинаете входить в эту атмосферу духовную уже. Уже осознавать ее в эту атмосферу духовную. Видите, они уже сознают эту атмосферу. Сейчас мы запоем и все будет по-другому. Это хороший вопрос. Вы правы. Чтобы лучше повторять мантру, это нужно делать в духе служения. Именно не в духе обретения ситх каких-то эгоистических, а в духе служения. Поэтому служение должно сочетаться с воспеванием, с деятельностью. И мы в прошлый раз говорили на лекции о том, что воспевание это искусство. Нужно избегать десяти ошибок при воспевании, чтобы достичь чистого воспевания, совершенного воспевания. Чистое означает, что вы общаетесь с Богом лицом к лицу уже. Это чистое воспевание. О десяти ошибках я поговорю как-то отдельно. Это отдельная тема. Сегодня намекнул только, что это есть наука, которую можно будет обсудить с желающими. Еще есть вопрос? Да, пожалуйста. Добрый вечер. Вы сказали, кто в благости, тот переходит благостью на другие миры. Кто в страсти возвращается на землю. А молодых много, которые в онкологии умирают, они куда переходят? неважно от чего умер человек, важно в каком он сознании умер, в каком качестве находился его ум, сознание. То, что молодые? Если человек обычный, неподготовленный йогой, скажем, умирает от болезни, я думаю, что такая смерть его сильно очищает, потому что это трагичная смерть. Я думаю, что это очень мощное очищение происходит. Он рождается новым человеком, скорее всего. И куда переходят они? Где-то здесь, неподалеку. Неподалеку. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, над Богом существует еще что-то Верховная Личность или это касается только нашей Вселенной? Еще раз, еще раз. Бог Верховная Личность. Он Верховная Личность нашей Вселенной или вообще всего, что существует? Всего, что существует. Спасибо. Всего, что существует. Здравствуйте. Я хотел, поделиться и спросить вопрос. У меня внутреннее большое разочарование. То есть, совершал какие-то, на первый взгляд, хорошие поступки, пожертвования, служения каким-то другим людям. Но, когда начинаешь глубже смотреть, то есть, видишь, что ты этим гордишься. То есть, что ты делаешь, это потому, что вот ты от этого поднимаешься. Духовные учителя говорили, посвят, ну, как бы, говорили, вся слава Кришне. И даже, когда ты говоришь, то есть, и в этом начинаешь видеть, что ты этим гордишься. Вот я такой замечательный, вот я все Кришне посвятил. то есть, даже, когда начинаешь эскетировать, ну, грубо говоря, там, ничего у тебя нету, кроме дерева, и этим начинаешь гордиться. Вот я такой эскет. то есть, как на самом деле стать вот по-настоящему чистым? Уйти от вот этого, как бы сказать, когда ты одеяло к себе тянешь. То есть, даже отказываясь от материального, то есть, это все равно какая-то фальшь. И вот в этом большое разочарование. Что вы могли бы посоветовать? Что делать все-таки? Хороший вопрос. Спасибо. Я тоже об этом думаю. Каждый об этом думает, как сохранять смирение, как не гордиться какими-то достижениями. Гордиться можно чем угодно, даже возрастом можно гордиться, что старше других. Чем угодно. Всякой ерундой. Поэтому веды рекомендуют общаться с более духовно продвинутыми людьми, чем мы, присутствие которых невозможно возгордиться. Это главный момент. Например, у меня есть духовный учитель. Связь такова, что ученик постоянно думает о нем. Постоянно. Это определенный уровень сознания, когда мы принимаем духовного учителя, связь постоянно возникает. И присутствие этого сознания духовного учителя, я не могу возгордиться, когда думаю о нем. перед кем? Перед духовным учителем невозможно. А перед самим собой вы же связаны с гуру, вы уже не просто один человек. Да, но это же связь. Это когда нет связи, когда есть связь невозможно. связь это так же как есть розетка. Если касается бьет житоком, вы же не можете это выдержать. Также связь с гуру, вы не можете возгордиться. Он источник смирения. Вы при одной только мысли уже вспоминаете, кто вы есть на самом деле. Это настоящая связь. Это не просто номинально, у меня есть гуру, я хожу, радуюсь. А что такое гуру? Тяжелая означает переводится. Гуру наставления давят на вас, вы не можете возгордиться, потому что это ответственность, это большая связь, это совсем другое. Кроме этого, если вы входите в общение с людьми, которые тоже имеют гуру и имеют служение, то в этой среде вы не можете тоже возгордиться, потому что вы все такие здесь. Вам нечем гордиться, потому что все такие. Можете возгордиться только перед теми, кто ниже вас, но перед теми, кто выше и равны, уже не можете. Поэтому если это вопрос общения, духовной связи с духовным учителем и с обществом вачнавов, они являются источником нашего смирения. Подтверждение, видите? Я хотел спросить по поводу поиска духовного учителя. То есть есть внутри большое желание быть с учителем, с наставником, который все время будет наставлять, помогать решать какие-то вопросы материальные, отчуждения от материального, так скажем. Я знаю, что чтобы получить посвящение, нужно четыре аскеза, правильно я говорю? Пять? Пять? А, четыре? Четыре принципа. И самый такой основной это в супружести даже отречение от платонических отношений с женой. вот, но жена сильно противится этому. Но я понимаю, что я тоже там не супер-йог, есть такие моменты. Вот. как к этому можно подготовить супругу, ну и соответственно себя, чтобы выйти на эти высокие отношения, как бы получить посвящение? Вот такой вопрос, спасибо. Хороший вопрос, актуальный вопрос, распространенная тема для семейных людей, как практиковать эти вот принципы, регулирующие в семье, их четыре, это отказ от мяса рыба и яиц для посвящения, от всех интоксикаций, от азартных и грденежных махинаций и незаконного секса. Четыре. Смысл в том, чтобы когда люди думают, что вы у них что-то отнимаете, они себя плохо чувствуют, но когда вы даете что-то взамен лучшее, они с радостью принимают это, забывают сами об этом. Поэтому я не думаю, что в данном случае мы можем сразу этот принцип применить к человеку, который еще духовно не знаком с практикой. У него будет плохое чувство, что либо от меня отказываются, либо мной пренебрегают, либо он почувствует себя плохо очень. Но если вы начнете давать духовное общение в семье, постепенно будет замена, восстановится. То есть постепенно это возможно установить. Более того, в браке, если есть отношения в браке, это не является, строго говоря, незаконным сексом. Это, во всяком случае, законный секс. Просто неотрегулированный. А к регуляции нужно идти постепенно тогда в этом случае. Если вот есть такие разногласия в семье, постепенно нужны, чтобы семью не разрушиться. И вы увидите, что постепенно обретая духовные знания, вы можете дать вот это общение более тонкое, более глубокое, которое могло бы заменить вот эти лишние вещи. Вы также почувствуете, что сексуальное наслаждение, оно не очень нужно человеку. Присутствие духовной энергии вы увидите сами это. Есть более ценные вещи в нашей жизни. Об этом мы и говорим. Мы начнем с того, что мы вот эти ценности высокие будем привносить. Не отнимать что-то, а сначала дать нужно что-то человеку. вдохновение, веру, знания раскрыть. И тогда у человека появляется самого желание тоже как-то работать над собой. В данном случае будет хорошо, потому что жена и муж это близкие люди. И жена способна понять сердце мужа. Может быть, она не способна сразу понять духовную науку, но если она в сердце мужа есть, она поймет это. И она сможет помочь в этом отношении. Это вопрос наших сокровенных отношений, внутренних отношений. Моя жена понимала меня всю жизнь. С самого начала, например. У нас не было разногласий с этим никаких. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а существует ли некая связь между мужем и женой? Есть ли вероятность того, что мы встретимся в другом мире либо воплощении мужа, жена в мужа, а муж в жене? Самое лучшее вместе идти к цели. Муж и жена должны быть в одной лодке, говорится. Жень за жизнью вместе достигать цели мужа и жене. Это самый лучший вариант. А просто встретиться хотите с мужем в следующую жизнь? Просто встретиться, повстречаться или что? Или снова замуж выйти? Но оно же будет другое, вам не понравится. А? Вы же даже не узнаете его. Просто, видите, Господь дает нам именно того человека. Может, это Божий замысел? Знаете, какая очередь там стоит? Вы даже не знаете что-то с этим законом перевоплощения. Если бы мы были благочестивы, на самом деле мы бы имели только одного мужа и жену, мы бы никогда не имели партнера. Но у нас столько желаний с прошлой жизни, что неизвестно, кто будет нашим мужем и женой в следующей жизни. Мы очень запутанный народ сейчас. Можно еще один вопрос? А можно еще один вопрос? Меня вот часто беспокоит одна мысль. Бывает такое, что поток мыслей входит в голову плохих мыслей и не может остановиться. Вот как препятствовать этому? И сейчас очень много мужчин в нашем, допустим, Казахстане изменяют женам. И меня это действительно очень беспокоит. Я знаю знакомых, семьи распадаются, дети остаются. И почему тут такой поток мыслей и такое ощущение, что это все вокруг меня крутится. И страх, появляется страх, что моя жизнь может оказаться такой. Совершенно верно. Если море штормит, а вы на лодке, конечно, вы чувствуете беспокойство, что лодка может перевернуться. Потому что вы видите, что та лодка уже перевернулась, эта лодка перевернулась, вы боитесь за свою лодку. Само собой, что в таких обстоятельствах все будут тревожиться. И все же это индивидуально, что касается нашей жизни, у каждого своя судьба. Что посеешь, что пожнешь. Поэтому браки и разводы это результат безбожьего общества. Поэтому давайте начнем одухотворять все вокруг и рассеивать эти страхи и сомнения людей. Умиротворить этот океан нужно желаний бушующих. Умиротворить надо его, спокойнее сделать. Будет меньше трагедий. Да, поток мыслей, вы должны справиться с этим потоком мыслей, тогда поможете другим. Мантру повторяете? Вот мы сейчас говорим, говорим, о чем мы говорим? Практикуйте мантру. Вы увидите, что ум остановится. Мантра работает. Ман это ум, тра это очищение. Мантра освобождение ума от беспокоиться от проблем. Все, что вы видите плохого влияет на ум, верно же? Вот нужно очищать эти вещи. Как утром вы омываетесь, так же и мантра омывает ум. Каждый день практикуйте мантру. Что происходит с душой сразу после смерти? То есть она сразу куда-то попадает или она зависает где-то еще? Нет, есть время, где-то полтора-два месяца нужно, чтобы перевоплотиться человеку к обычному. А вот в ведическом знании, так же, как в христианском, то есть либо она в чистилище какое-то проходит? Это зависит от количества грехов и благочестия, что будет с душой уже конкретно. Например, если человек оканчивает жизнь самоубийством, то он не воплощается долгое время, остается в теле духа или привидения и сильно страдает. такая карма. Если он предназначен воплотиться в низших формах жизни, он не хочет этого сильно, он сопротивляется и его подготавливают какое-то время к этой роли, к этому воплощению, приучают. Тоже занимает какое-то более долгое время. А где это происходит? Ну, там все устроено уже. Так как же в городе рождаетесь, живете, все же уже устроено. Где конкретно, в каком месте. Но у всех по-разному. Есть места недалеко от земли, здесь существуют. Есть под землей места, которые существуют, чтобы готовить к этому. Есть промежуточные такие базы. Тут все уже устроено. Еще вот вы говорили, что душа попадает на низшие планеты, либо на высшие планеты, либо если человек молится полу-богам, то есть это получается планеты нашей солнечной системы, то есть он попадает либо на планеты нашей солнечной системы, или это что-то не то, я поняла. не существует солнечной системы, существует 14 уровней Вселенной. Надо в общем изучать просто все это. Ну современная астрономия неправильно описывает устройство космоса. Она видит просто бестисленные мириады звезд и не знает как это классифицировать. Слишком сложная картина. И видит только Солнце, Землю, Меркурий, Юпитер до Плутона. все. Называет это солнечной системой. Но Солнце одно во Вселенной. Так же как одна душа в теле находится. Атомарная душа на все тело поддерживает. Так же одно Солнце поддерживает всю Вселенную. А они думают о Солнечной системе. Есть некоторые сведения об этом у меня. Не знаю насколько это научно и точно будет. Но кое-что я знаю об этом. Ну ничего такого необычного. Я был священником прошлой жизни. Жил тут некоторые астрологи по-разному говорят. Но у меня есть сведения из разных источников одинаковые. Которые подтверждают что я жил в Южной Америке. Или примерно в Лос-Анджелесе я умер в прошлой жизни. Потому что одна женщина живущая в Лос-Анджелесе местечко вспомнила меня с прошлой жизни. А об этом мне сказал в России астролог. Они с двух разных мест сказали мне одно и то же одинаковую информацию. Сам я помню некоторые моменты. Когда мне было 20 лет у меня появилось странное ощущение внутри, которое меня беспокоило с утра в течение всего дня. У меня даже дрожь в руках была. Я не понимал вообще этого состояния. И оно выражалось в том, что каждый вечер садился рисовать картинки. Я учился художник. Я включал настольную лампу и ночью напролет я рисовал и рисовал и не знал что рисовал вообще. И так я успокаивался и приходил в себя. Я нарисовал портреты многих людей, которые потом я встретил в своей жизни, которые имели влияние и значение для меня. Я нарисовал группу саньяси танцующих с дандами, не читая и не видя этого всего. Я просто это все придумывал мне казалось. Но почему-то меня это успокаивало, я должен был это изображать, изображать. И себя изобразил тоже священником, не зная как выглядит священник. Я тогда не изучал ничего. Эти фантазии почему-то мне приносили какой-то покой. Потом когда эти картинки посмотрел через много лет, я понял, что я видел прошлую жизнь и некоторые элементы будущего. А потом это кончилось, прошло. А, также я писал стихи, которые не мог понять и никто не мог понять. Эти стихи описывали, что я оставляю свое тело и куда-то ухожу. В то время никто так не мыслил. Я об этом не читал. То есть какая-то память была тонкая, оставалась и также я искал жизнь после смерти. У меня тоже это было уже почему-то. Уверенность, что есть жизнь после смерти. И были опыты многих выходов из тела. 25 лет это началось. Это все было, думаю, связано с прошлой духовной практикой. Конечно, не без причин. Поскольку при меня спросили, вот я тут наговорил всякой всячины, ненаучно. Скажите, пожалуйста, явное ощущение дежавю? Явное ощущение дежавю? У вас? Ну, да, и не только у меня. У меня тоже бывает? Что это? Это дежавю. Так и есть. Много повторов в нашей жизни, да? Ну, оно же пока не разгадано, что это такое? Ну, каждый день вы ходите на работу, это тоже дежавю. Ну, то, что с человеком не происходило вообще. Нет, это просто происходило. В этой жизни. Он забыл, да, просто забыл. Это происходило уже много раз. Нас с вами хоронили на всех кладбищах мира уже. Это дежавю. Это происходит постоянно, прямо сейчас. Солнце всходит, восходит, день, дежавю. Циклы. Мы сталкиваемся с циклами. Мы не думайте, что мы какую-то новую жизнь проживаем, что-то новое проживаем. Это все уже было, 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 было. мы забываем. Все из прошлых жизней. Прошлые жизни, да, тоже. Столько повторов. Знаете, вопрос касательно медитации, не знаю, уместен ли он здесь. Бывает, что после глубокой медитации такое состояние вне ума, да, то есть начинаются вибрации такие мощные и даже какое-то происходит некое таинство, да, и я честно не знаю, что с этим делать, но я пребываю в этом состоянии какое-то время, да, и понятно, потом я пробуждаюсь, какая-то деятельность начинается, много энергии и так далее, но иногда я хочу уснуть и в момент сна, то есть сны начинаются очень такие, знаете, просто реальные, я попадаю в какую-то реальность. Вообще можно ли это делать или это опасно? Не рекомендую уходить в другую реальность. То есть не рекомендуете засыпать и перед сном делать медитацию? Какая медитация у вас? Харе Кришна. Харе Кришна мантра? Да. Нормально. То есть можно после уснуть, Ничего плохого не уснуть. Да, можно спать, можно есть, что угодно можно делать. Никаких строгих правил, все хорошо будет. Защита полная. Можно, да, задать вопрос? Здравствуйте, спасибо. Я хотела спросить о раскаивании и покаянии. В христианстве это такой фундаментальный тоже акт исповедь, ты раскаиваешься. Но когда в ведической культуре я мало читала, но раньше там так, что-то не то, да, сразу в лес, там в основном аскезы, ты 20 лет молишься. Но когда, как человек понимает, что и может ли он в этой жизни освободиться от грехов, ну, этой же жизни, которую он уже совершал, или он должен уже как бы всю жизнь до конца помнить, что ты их совершил и всегда молиться, или приходит какой-то момент очищения. Спасибо. Освободиться от грехов не так сложно говорится в Писаниях. Это нетрудное дело. Нет такого количества греха, который бы не разрушил святое имя. И даже, если ты самый грешный из всех грешников в Гите, говорится, если ты поднялся на корабль трансцендентного знания, ты пересечешь океан неведения. Грехи не помешают тебе. Наоборот, даже, если ты осознаешь свой грех, ты еще больше предаешься Богу. Но проблема не в этом. Проблема в том, что мы не можем остановить греховную деятельность. Грехи прошлого несложно смыть. Покаяние, все, достаточно этого. Одного хорошего покаяния. Но дело в том, что люди снова идут грешить. Вот в чем проблема. Вот об этом сейчас нужно подумать. Тогда в Бхагаватапуране описывается, вопрос задается, какой смысл в покаянии, если человек снова идет совершать грех. Это то же самое, как слон моется в реке, а потом выходит на берег и берет песок, обсыпается с ног до головы. Омовение слона называется. Какой же смысл такого омовения? И ответ мудреца таков, что истинное покаяние, истинное очищение тогда, когда человек уже не желает грешить. Вот с этим нужно работать. Вот с этими желаниями греха. Поэтому мы говорим, развивайте желание служить Богу. Развивайте духовные желания. Живите ради служения, ради других. постепенно мы сможем избавиться от всех этих эгоистичных желаний. Потому что желание служить, оно естественное нашей природе. Ну как вы можете прибавить себе росту хотя бы на локоть говорится? Зачем вы думаете о себе? Как вы можете стать красивее или разумнее сами по себе? Но если вы украшаете оригинал, говорится, отражение автоматически украсится. оригинал это Бог. Если предлагаете Ему все самое лучшее, вы автоматически обретаете эту красоту, эту чистоту. Поэтому если вы призваны служить Богу, покаяние уже есть в этом. Истинное покаяние, когда вы начинаете служение Богу, а не снова защищаетесь к служению чувствам и желаниям своим. Поэтому после покаяния ожидается, что человек посвящает служению Богу. Это считается полное очищение, полное покаяние, законченное. А вот на других планетах тоже есть юги? Юги? Да. Есть юги, есть. Так же. Это вселенские юги. там тоже есть калиюга. Сейчас калиюга. Но там ее не замечают особенно на высших планетах. Я слышал сейчас у них что-то там пасмурный день просто выдался. Ну что-то вроде этого. Здравствуйте. Здравствуйте. спасибо вам большое за знание, которое вы передаете. У меня знаете такой вопрос? Сейчас очень практически все эзотерики они говорят о том, что точнее акцентируют внимание на том, что наступила эра водолея. И это дает какое-то более ускоренное развитие. Ну вот как я поняла. то есть и то, что время быстрее идет и все процессы быстрее идут. И вот у меня в связи с этим такой вопрос. И вот то есть можно ли в это время как бы отработать всю свою плохую карму вообще всю-всю-всю которую наработал за предыдущее вот за одно воплощение то есть вот сейчас в данное время. У вас нет такой кармы плохой? Нет а вообще? Вообще нужно отработать. Нет вот именно за одно воплощение это реально? Потому что говорят что это нереально. Нет это реально. Есть история Абрама не сапожники когда на Радаму не шел на Вайкунху в духовный мир Господу на Районе он встретил на своем пути сначала йога медитирующего и тот очень обрадовался идти в Нараду трансцендентного мудреца известного всей вселенной который перемещается на любое расстояние и спросил Нараду мое почтение ты куда идешь? Я иду в духовный мир Господу на Районе правда? Спроси пожалуйста сколько мне еще жизни осталось здесь на земле? И заодно узнаю что он сейчас там делает в Айкуте чем занимается Господь на Районе? Хорошо сказал Нараду я спрошу и пошел дальше пройдя дальше он встретил сапожника под деревом и чинил обувь простой человек не йог не браман не священник он тоже узнал Нараду и так обрадовался признал почтение спросил Нарада ты куда идешь? Я иду Господу на Лайконху на Районе спроси сколько мне жизни еще осталось в этом мире и заодно я бы хотел знать чем он там занимается на Майконхе что он там делает? Ну хорошо сказал Нараду и пошел дальше и он пришел к Господу на Районе и поприветствовал его и в конце концов сказал я встретил тут двоих человек по пути к тебе они оба задали вопросы меня их интересует скольком жизни еще осталось жить на земле Господь на Районе улыбнулся и сказал этот йог я не знаю куда он освободится а сапожник в этой жизни Нарада очень удивился неграмотный сапожник йог который в трансе в медитации там у них священные книги вокруг ничего другого почему у этого йога есть мистические силы есть знания философии шастры но нет веры в меня а у этого сапожника нет таких уж знаний и положения но он полную веру имеет не может быть сказал Нарада потому что вера и знания очень связаны и там где есть знания обычно есть и вера а ты узнаешь ты скажи чем я тут занимаюсь скажи что я продегиваю слона сквоз угольное ушко вот угольное ушко и слона туда и с этой стороны выдергиваю вот так вот вот чем занимается Господь Нарайана Нарада подумал странное вообще это все Господь Нарайана просто меня сбил с толку он возвращался с интересом сам уже и пришел к этому йогу а йогу скажи проверь его увидишь сам насчет его веры скажи что ему осталась еще одна жизнь и ты сам увидишь как он себя поведет и Нарада пришел но сколько ты видел Господа Нарайана да видел ты спросил сколько мне жизни еще здесь одна жизнь тебе еще кроме этой йог так расстроился какой кошмар еще раз рождаться еще раз заходить в школу изучать шастри медитировать боже мой как надоело все это он так расстроился даже слезы не упелись на глазах он был так разочарован все мои усилия напрасны вообще а что он там делает Нарайана он слона продергивал в это время когда я был сквозь угольную ушку выдергивал его с той стороны что за глупый скал йог что ты мне такое говоришь как можно в это поверить Нарада понял у него точно нет веры но он пошел дальше нашел нашего сапожника тот скачал Нарада ты был на Вайкунхе что ты мне делаешь Господь ты видел его видел он продергивает слона сквозь угольную ушку потрясающе сказал йог какой удивительный Нарайана Нарада ему не сам сказал ты что в это веришь что ли а почему не сказал сапожник вот посмотри дерево маняна наносит столько тут семян посмотри вот в этом маленьком семечке он может упаковать все дерево баньян он же может это сделать почему он не может слона сквозь угольную ушку может Нарада подумал непростой сапожник его вера и знания и он видит все это а сколько мне жизней ты спросил ооо сказал он Нарайана сказал ему скажи что столько же сколько листьев на этом дереве под которым он сидит сказал тебе столько жизни сколько листьев на этом дереве он сказал и сапожник от радости аж подпрыгнул сказал какая милость вообще я служил вечно страдать в аду а он мне сказал всего лишь столько листьев сколько на этом дереве стал танцевать в этом радости блаженстве все листья осыпались дерева пойте танцуйте и все в порядке будет не так уж все тяжело как кажется то что не можем мы он может спасибо а еще можно вопрос когда вот тело получает какие-то увечья это что означает увечья да ну это кармический закон это может быть и из прошлой жизни или и из этой и то и другое может быть то и другое увечья я думаю что-то уже мы не можем исправить называется прарабда карма проявленная карма она не исправляется да здравствуй я я с почтением относилась к таким религиям я всегда моим господом я однажды общалась с касательным человеком по задни которого я увидела золотого человека из серии павлина я высказывала что это сзади я стою и вы знаете я увидела как через скайп прошел через меня Кришна сзади стал я Кришна мантры никогда не читала он стал сзади меня вот я сейчас волнуюсь очень ну я как-то это все восприняла что так и надо а потом лежу перед телевизором на диване стоит эта фигура держит руку так отсюда идет мощный свет на меня и вокруг меня золотые письмена вот так думаю что бы это значило я начала про Кришну искать наткнулась на Махабарату посмотрела этот фильм 267 серий вот пришла сюда и хотела бы вам задать вопрос что бы это значило Бхагавадгита есть это у нас нет Бхагавадгиты с собой женщина специально пришла Бхагавадгиту читать ей же письмена показали у вас нет книги есть вот дайте в руки пусть подержит посмотрите вам книгу принесут сейчас посмотрите хороший знак итак что у нас спасибо что Александр Геннадьевич потрясающая лекция удастся 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 Продолжение следует...